приветствую всех любителей рыбалки на моем канале сегодня я вам покажу как можно разобрать карбюратор на yamaha 30 вот как можно почистить и из-за чего происходит вот это вот чих пых то есть начинает плохо заводится двигатель вот я столкнулся с такой проблемой сейчас я буду разбирать карбюратор ну и сегодня мы еще его попробуем протестировать как он будет на холостых себя вести после чистки карбюратора попробуем его сегодня завести значит карбюратор у нас вот он находится вот здесь вот это это все от карбюратор вот для начала надо будет нам раскрутить вот эти два длинные болта ключ на 10 значит ну давайте приступим для удобства я взял ключ головку на 10 вот они два вот таких длинных болта собственно вот наш карбюратор вот отсоединили карбюратор вот он сам карбюратор вот чтобы его соединить надо вот вот эту вот штуку скинуть вот здесь она как на головке сидит одной рукой неудобно конечно сейчас ставлю камеру чтобы было видно опа есть вот вот отсоединили вот отсюда во все наш карбюратор практически отсоединен осталось разобрать вот эту вот нижнюю часть здесь четыре болта вот еще вторую часть вот эту вот которую мы открутили я тоже можно будет отсоединить вот у нас крышка откручиваем нижнюю часть карбюратора ну вот собственно сняли карбюратор поплавок вот вот это вот заслонки одна вторая самое главное чтобы заслонки тоже были чистые у меня были они грязные я уже их чистил вот я вам наглядно показываю самая главная часть чистки у нас это иглы вот эти две поближе покажу вот это значит отвечает за холостой ход это основная подача бензина вот их надо будет открутить снимаем резинку здесь вот резинка стоит она легко снимается вот такая вот откручиваем основную подачу топлива значит это такая вот небольшая вот получается здесь тоже надо будет продувать если у вас есть чем продуть воздухом под сильным давлением лучше им но я продувал собственным дыханием и откручиваем иглу холостого хода вот собственно вот такая вот игла значит вот такая вот игла отвечает за холостой ход если у вас сильно чихает двигатель вот эту штуку надо будет продувать ну и внутри тоже и еще один важный момент вот здесь стоит прокладка непосредственно прилегается к двигателю обратите внимание чтобы она была целая чтобы не было никаких порезов если будет пропускать вот эта резинка то есть мощности не будет хватать двигателю вот и бензин просто будет наружу выплескивать и их последствия могут быть очень плачевные значит продули почистили ну и собираем также его в обратном порядке кстати обратите внимание здесь вот такая штука она бывает слетает можете не обратить внимание когда вот разоберете вот это вот отвечает за подсос вот ее надо будет на место поставить вот этот шплинт пока что вот эту часть вот эту часть не собираете ставите вот этот шплинт а потом только закручиваете торец вот ее надо вот она на место поставилась вот теперь можно будет затягивать затягивать эти вот основные два болта длинных еще один момент не забудьте поставить вот эту вот тягу вот она идет вот она это тяга для подсоса когда мы вытягиваем ее открывает дроссельную заслонку побольше вот так закрывает так открывает ну и вот основную тягу которую вначале снимал вот эту вот про нее тоже не забывайте это газулька ну и чтобы завести двигатель в гаражных условиях я вот приготовил бочку такую вот сейчас я ее обрежу болгарка по кругу наберу сюда воды пустим сапог в эту бочку и будем заводить наш двигатель ну и проверим как он работает на холостом ходу ну и ну ну все сейчас будем заводить сейчас только не забудьте крышку бак открутить и подкачать груши в карбюратор ну вот 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 есть еще два нюанса которые надо проверить это значит вот этот фильтр снять его вылить оттуда остатки бензина там возможно будет скопление воды вот и обратно поставить если еще один вариант следующий это проверить ваши свечки или просто поменять на новые тогда у вас двигатель будет заводиться как часики ну на этом друзья все если был я для вас полезен подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте ваши комментарии ну и всем счастливо до следующей рыбалки